Льюис Карл Дэвидсан Хэмилтон М.Б. Британский автогонщик, пилот команды Мерседес и М.Джи Петранас Ф1 Тим, трехкратный чемпион мира 2008, 2014 и 2015 годов, считается одним из лучших гонщиков настоящего времени. Хэмилтон родился в Стивени Джеруск, Хартфордшир. В декабре 1995 года, в возрасте 10 лет, он попросил автограф у босса команды Макларен Рона Денниса и сказал ему «Привет, я Льюис Хэмилтон, я выиграл британский чемпионат и однажды буду гоняться за рулем вашего болида». Через три года Денис заключил с ним контракт программы поддержки молодых пилотов Макларен. После побед в британской Формуле Рено Евросерии Формулы 3 и GP2 Хэмилтон дебютировал в Формуле 1 за команду Vodafone McLaren Mercedes. Контракт Хэмилтона с программой поддержки пилотов Макларен сделал его самым молодым пилотом, который получил гарантированное место в Формуле 1. Льюис Хэмилтон стал первым темнокожим пилотом в Формуле 1 Руск, который тестировал болид в 1986 году и стал первым темнокожим пилотом, кто смог одержать победу на трассе Индианаполис Motors P2 в любой дисциплине. В своем первом сезоне в Формуле 1 Хэмилтон установил множество рекордов. Он стал вице-чемпионом своего дебютного сезона 2007, которым проиграл всего одно очко чемпиону Кими Райконену. Зато на следующий год он стал чемпионом. Обладатель премии имени Лоренцо Бандини памятного трофея Майка Хоторна в 2014 году был признан спортсменом года по версии BBC Руск. На данный момент является единственным гонщиком в истории Формулы 1, кому удавалось одерживать победу во всех проведенных сезонах подряд. Начиная с дебютного, с 2007 по 2012 годы выступал за команду Vodafone McLaren Mercedes, с 2013 гонщик команды Mercedes EMG Petronas F1 Team. В 2014 году по итогам голосования журнала Рис Макхэмилтон был признан самым невезучим гонщиком выступавшим в Формуле 1 за последние 20 лет. Рейтинг составлялся по общему количеству гран-при, в которых гонщик мог бы одержать победу, но по каким-либо причинам не смог сделать этого. Ранние годы – мать Хэмилтона, Кармен Ларбалистир, белая британка, отец Энтони Хэмилтон, сын чернокожего эмигранта из Гренады. Родители дали имя Льюису в честь американского легкотлета Карла Льюиса, выигравшего три золота на чемпионате мира 1983 года и четыре золота на Олимпийских играх 1984 года. Родители Хэмилтона развелись, когда ему было два года, и он жил со своей матерью и сводными сестрами Николой и Самантой до того момента, как ему исполнилось 12, когда он начал жить со своим отцом, мачехой Линдой и единокровным братом Николасом Руск, который болен ДЦП. В начале 2011 года Николас подписал контракт с командой Total Control Racing, тем самым начав свою гоночную карьеру в британском Кубке Ренок Лиа Руск. Интерес Хэмилтона к гонкам начал проявляться после участия в гонках радиоуправляемых машин. Его отец Энтони купил ему одно в 1991 году и Хэмилтон финишировал вторым в чемпионате BRCA Руск. На следующий год, в то время Хэмилтон говорил, я участвовал в гонках радиоуправляемых машин и выиграл чемпионат против взрослых. Это привело Хэмилтона в картинг. Когда ему исполнилось 6, его отец купил ему первый карт в качестве рождественского подарка, сказав ему, чтобы он поддерживал свою гоночную форму. В то время, как он упорно учился в школе, когда поддержка сына стала проблематичной, его отец уволился с должности IT-менеджера и стал подрядчиком, временами работая на трех работах. Чтобы поддержать карьеру, сын до сих пор находил достаточное время, чтобы присутствовать на всех гонках Льюиса. Позже он создал свою компьютерную компанию и работал в качестве менеджера Льюиса на постоянной основе. Хэмилтон обучался в католической школе The John Henry Newman's Cup Rusk в Стивенидже, Хартфордшир. Он улучшил свои футбольные навыки, играя в школьной командой с будущим полузащитником сборной Англии по футболу Уэшли Янгом. Хэмилтон говорил, что если бы не Формула 1, он бы стал футболистом или игроком в крикет, которым он также занимался, учась в школе. В феврале 2001 года Хэмилтон начал обучаться в Кэмбридж Арцент Сайенсис, частном колледже 6 класса. В 5 лет начал заниматься каратэ, чтобы защищать себя от издевательств в школе. Примерно в 12 лет он научился ездить на одноколесном велосипеде. Ранняя карьера. Картинг Хэмилтон начал выступать в картинге. В 1993 году, в возрасте 8 лет, на трассе Райхаус-Карт-Сиркут-Руск, там он быстро начал одерживать победы. В 10 лет он попросил автограф у босса команды Макларен Рона Денниса и сказал ему, «Привет, я Льюис Хэмилтон, я выиграл британский чемпионат и однажды буду гоняться за рулем вашего болида». Денис написал в его книге для автографов, «Позвони мне через 9 лет, мы кое-что уладим». Из ранга кадетов он перешел в юниорскую Ямаху и Ронда и не снова встретил его в 1998-м. После того, как Хэмилтон выиграл серию «Супер-1» и пришел вторым в британском чемпионате, Денис дал обещание Хэмилтону и заключил с ним контракт программы поддержки молодых пилотов Макларен. Контракт включал опционное место в «Формуле-1», что сделало Хэмилтона самым молодым в истории гонщиком, который заключил контракт на получение места в команде. Льюис продолжил прогрессировать до чемпионатов межконтинентальной «А», «Формула-А» и «Формула-Супера», и стал европейским чемпионом в 2000-м, набрав максимум возможных очков в КФ-1 «Русск» и «Формуле-Супера». Он гонялся за команду «Тимбом-ком», где его напарником был Ника Росберг, который впоследствии стал пилотом команды «Уильямс» в «Формуле-1». Последовавшие картинговые успехи в BRDC «Русск», сделали его членом клуба «Резинг Стар» в 2000-м году. В 2001-м Михаэль Шумахер принял участие в картинговом соревновании против Хэмилтона и других будущих пилотов «Формула-1» Витантония Люци и Ника Росберга Хэмилтон финишировал седьмым в четырех местах от Шумахера. Шумахер похвалил Хэмилтона. В 2007-м году на интернет-аукционе «Бэй» за 42 тысячи фунтов стерлингов был продан его первый карт, на котором он начинал карьеру гонщика. Хэмилтон начал свою карьеру в открытых колесах в 2001-м году в зимней серии британской «Формулы-Рено». Несмотря на аварию на третьем круге тестов, он финишировал пятым в зимней серии. Это привело к полному сезону в 2002-м «Формулы-Рено-ЮК» вместе с «Монор-Моторспорт». Хэмилтон финишировал третьим с тремя победами и тремя полупозициями. Он остался с «Монор» в следующем сезоне и выиграл чемпионат с 10 победами и 419 очками. Его ближайший преследователь Алекс Лойт Руск одержал две победы и набрал 377 очков. Обеспечив себе титул, Хэмилтон пропустил две последние гонки сезона для дебюта в финале сезона британской «Формулы-3». Здесь он был менее успешен. В первой гонке он сошел из-за прокола, а во второй гонке он разбился и попал в госпиталь после аварии с напарником Тором Грифсом Руск. Он смог показать свою скорость на Гран-при Макао и Гран-при Кореи «Формулы-3», причем в последней несмотря на незнакомую трассу. Стартовал с «Паулой» и финишировал четвертым. В начале 2004 года отношения Хэмилтона и Макларен были натянутыми и Макларен временно исключил его из программы поддержки. Позднее 2 марта 2004 Уильямс готовились к объявлению контракта с молодым британцем, но поставщик моторов BMW отказался спонсировать Хэмилтона. Льюис после этого перезаключил контракт с Макларен и вместе с Монор в 2004 дебютировал в Евросерии «Формулы-3». Он смог выиграть одну гонку и в итоге закончил сезон на пятом месте в чемпионате. Также выиграл Гран-при Бахрейна, Формула-3 и Гран-при Макао. Хэмилтон провел тесты за Макларен в конце 2004 года в Сильверстоуне. Хэмилтон перешел в команду AESM, действующего чемпиона серии в сезоне 2005 года и доминировал по ходу чемпионата, выиграв 15 этапов из 20. Он мог заработать 16-ю победу, но был дисквалифицирован в СПА после несоответствия болида техническому регламенту, как и у нескольких других гонщиков. Также выиграл Формулу-3 Мастерс в Зандворте. После этого сезона британский журнал «Автоспорт» добавил его в топ-50 пилотов 2005 года, расположив Хэмилтона на 24-й месте. После успеха в Формуле-3 он перешел в сестринскую команду AESM и ART Grand Prix в 2006 году. Как и команда в Формуле-3, ART была лидером в серии и заработала титул в 2005-й с Ника Росбергом. Хэмилтон выиграл чемпионат с первой попытки, опередив Нильсине Пики и Тима Глокко. Его самыми примечательными успехами стало доминирование на Нюрнбург-ринге, несмотря на штраф за превышение скорости на пит-лейн. На домашнем этапе в Сильверстоуне в рамках поддержки Гран-при Великобритании Хэмилтон обошел двух соперников за один обгон в Бекетес. Показал быстрейшую скорость в GP2, где обгоны очень редки. Также немало обгонял в Стамбуле, когда его развернуло и он откатился на 18-е место, но в финальный поворот он уже вошел вторым. Он выиграл титул при необычных обстоятельствах, получив финальное очко за быстрый круг. Из-за того, что Джорджи Пантона был наказан в основной гонке в Монце, в спринте он финишировал вторым, в то время как Пики шестым и в итоге обогнал его на 12 очков. Завершение чемпионата GP2 совпало со свободной вакансией в Макларен, которая последовала после ухода Хуана Пабло Монтои в Носкар и Кимера и Коньяна в Феррари. После месяцев предположений насчет Хэмилтона, Педро де Лороса или Гэри Пафетта в качестве напарника действующего чемпиона мира Фернандо Алонсо в 2007-м, Хэмилтон был подтвержден в качестве второго пилота команды. В Макларен ему объявили о решении 30 сентября, но новость не сообщали вплоть до 24 ноября, боясь оказаться в тени ухода Михаэля Шумахера.